как мы можем прикинуть какая будет амортизация сам простой способ да это взять просто посмотреть амортизацию в отношении к допустим к выручке компании я знаю это не очень точный способ потому что амортизация начисляется с не на выручку амортизация начисляется на основные средства компании но мы видим что здесь принципе эти значения довольно таки неизменные да то есть принципе процент от выручки практически не меняется можем использовать эти это как некий прокси для того чтобы делать соответственно основе этого кита прогноза вот ищем среднее значение еще медианное значение вот то же самое теперь сделаем для капекса но для капекса мне нужно сейчас будет посмотреть как был капекс по 2010 году для этого я могу что сделать я могу взять годовой отчет за 2010 год вот открыть его посмотреть какой там капекс опять же ты делаю я все не случайно вы просто должен понимать откуда нужно брать данные как это делать максимально быстро эффективно так сейчас нужно найти сами отчетности вот consolidated balance sheet consolidated statement of income там естественно капитальных затрат не будет потому что это часть отчета движения денежных средств вот consolidated statements of cash flows payments for property and equipment property and equipment это у нас краски основные средства это капитальные затраты 12 млрд 184 миллиона все данные о миллионах поэтому сохраняется сохраняется постоянство то есть это мы естественно эти значения мы делим теперь на выручку за то же самый год нужно понимать то что конечно капекс уже можно приравнивать к выручке потому что все таки компания тратит какой-то процент выручки на капитальные затраты вот амортизация в отличие от капитальных затрат все начисляется на актива не имеет прямого прямой связи с выручкой вот копируем отсюда просто формула вот такие вот цифры что нам нужно сделать дальше нам нужно просто-напросто теперь привязать цифры к выручке ожидаемой и выбрать подходящее значение вот сразу скажу что мы будем более консервативно своих прогнозах мы будем выбирать более низкий процент амортизации потому что низкий процент амортизации означает более низкий свободный денежный поток вот как считается бондин поток мы еще с вами проговорим но в целом у нас есть для этого несколько видео на канале можете обратиться к ним для капитал мы наоборот был выбирать самое высокое абсолютное значение той зам случае минус 2,8 от выручки опять же по той же самой причине чем выше капекс тем ниже свободный денежный поток тем ниже стоимость компании мы хотим быть более консервативно своих расчетах конечно отдаем себе отчет в том что одна десятая процента погода не меняет но а это скорее просто некий принцип некий некая модель поведения мы более консервативная чем более мы консервативно тем меньше шанс того что мы потеряем деньги на вложении окей как мы будем считать амортизацию капексу для начала просто напросто возьмем привяжем исторические данные то есть у нас там они начинаются 2012 года вот просто такой формат амортизация кэш-флоу изменение в родном капитале сейчас их нет а у исторических данных мы считать вручную потом в следующей части теперь мы спрогнозируем все эти значения как мы это сделаем мы понимаем что привязано это к выручке соответственно был точно также использовать функцию выбора которая мы будем которым с вами можно просто отсюда скопировать как прямым текстом да и просто здесь нужно исправить строчки вот там на ибде у нас 13 строка была выручка у нас была строка 10 то есть все три варианта да это десятая строка теперь все три варианта мы просто с вами перемножим на выбранное значение выбранное значение у нас будет как я же гриппа про по амортизации сама низкая вот ставим сразу замок нажатием f4 и теперь я просто копирую эту вставочку по всем трем сценариям сюда вот таким образом получаю такую вот формулу смотрю что она слишком хоть слишком низкое значение скорее все допустил ошибку возвращаясь к этой вкладке выручка у нас это не десятая строчка десятая строка у нас валовая прибыль выручка на строчка седьмая вот это конечно минус такого подхода то что по памяти не всегда получается сделать правильно с первого раза потому что память периодически изменяет вот 7 мы видим такие более реалистичные значения можно конечно всегда вернуться к ним перепроверить потому что по сути мы видим что амортизация у нас падает по сравнению с 2017 годом что не особо реалистично да так как активы у компании растут соответственно признаться будет увеличиваться вот справедливости ради можно сделать конечно исключение там привязать к более высокой ставке там 1.9 процента они 1.8 процента но это уже не настолько на самом деле важно вот что мы делаем сейчас да опять же можно скопировать всю формулу целиком вот вставить ее сюда здесь единственное что мы поменяем вот эту маленькую вставочку с к 9 на л-20 вот давайте это сейчас сделаем вот значит л-20 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 вот китай затрат получается выше ведь что последнее нам естественно осталось сделать нам случае это посмотреть изменения в оборотном капитале